По 40 штук на каждой субмарине, то в зоне достигаемости российского гиперзвукового оружия подлётное время – 5 минут. Поэтому-то Путин и говорит, посчитайте, надо вам это, или может не так остро размещать свои ракеты против нас в Европе. Сармат – это очень грозное оружие. В силу его характеристик, никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помехи. Путин и говорит, что Россия – это очень сильный инцентив для того, чтобы уничтожить проблемы с гиперзвом, потому что, когда вы видите Россию как гиперзвом, то это, безусловно, гиперзвом. Когда вы посмотрите Россию и почти в любую другую метрику, то это, в лучшем, региональный мощь, с демографиками, бюджетами и огромными количествами проблемами. Это больше про интернет-сигналение к популяции, что, если Путин ответит, то, что вы все равно будете хорошо ведены. Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Я уж не знаю, совпадение ли, но вот позвонил Обама Путину 21 января. Наверное, опять пытался катка давить, а на следующий день, буквально 22 января, в официальном печатном органе правительства России появляется статья, где... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова